Всем еще раз добрый день! Действительно продолжительная получилась карта Overpass, много интересных моментов, динамичная к окончанию. Все-таки B.I.G. свою карту забрали, ну и мы готовы смотреть вторую, это будет Нюк. Всем еще раз здрасте, к вам окроху микрофона. Еще раз привет, спасибо, что остаетесь с нами. Добро пожаловать тем, кто подключился на трансляцию или вернулся, зашел в Киев Киберспорт-Арену. У нас сегодня как раз-таки зрительный зал заполнен, очень-очень много эпичных моментов дарят нам как раз-таки Энс и B.I.G. Карта Денюк неоднозначный выбор, поэтому я думаю, как и на Overpass, будет жарко. У меня есть теория, Нюк просто так не появляется. Если Нюк выбирается, значит, в принципе, та команда, которая позволяет его выбрать своим оппонентам, к этому Нюку готова. То есть, ну, Энс выбирали Нюк, понятное дело. Не самая положительная, конечно, статистика уже на этом турнире у B.I.G., на этой площадке для сражений, но, опять же, игра максимально близкая. То есть, как и букмекеры, так и чатик Твича, так и мы в своих предикшенах, как и студия-аналитики, не определились. То есть, изначально 1.70, по-моему, сегодня ничего не путаю, было как раз-таки на Бигов на Overpass и примерно 2 от нашего партнера Лутбет, по итогу коэффициент заехал. Но на все было 3, коэффициент был обратный. То есть, уже в сторону Энс. Ну, я думаю, после этого Overpass уже ставки забираются и можно ожидать вообще всего чего угодно. И одна и другая команда показала себя очень сильно. Может быть, самым неожиданным развитие событий. То есть, насколько долгим был Overpass и таким животрепещущим качалась та самая качеля интриги и лидерства в одну и в другую сторону, также может быть просто односторонним сейчас нюк. И буквально выигрыш на живого раунда и сторона защиты поможет одной из команд просто его выиграть. Не был бы я так уверен. У нас как-то на этом чемпионате и атака довольно-таки хорошо себя проявляла на карте Денюк. Поэтому, я думаю, даже выбор стороны здесь не решит. Знаешь, кстати, по-прежнему жива статистика с мажора. Статистика с мажора по его окончанию подсказывает, что очень удобно командам играть пистолетные раунды за сторону атаки на карте нюк. Это всегда хорошее подспорье на отличный набор раундов в дальнейшем. Ну и статистика мажора нам подсказывала, что три команды легенды. Приехали в Европе. Это все три не вышли в плей-офф. Ну что же, начинается сайдпик. Поножовщина прямо сейчас за правом выбора стороны. Ну да, и если раньше мы говорили, что сейчас будет определяться, кто будет иметь лидерство, по крайней мере, по ходу первой половины, если начнет за стороны защиты, то сейчас это тоже не так. Но, тем не менее, сейчас кто-то все-таки будет обладать тем самым правом. Выбор стороны B&G в большинстве, ну, без проблем, должны дорезать оставшихся. Так и есть. Некс режет Алексей Би. Жесткие крики. Это смуя, смуя кричит, как раз его веб-камера. Линеечка немецкой команды зажигает. Ну, выходят, выходят в таком хорошем моральном духе игроки команды B&G. Будут имена не обороняться. Энс, в принципе, не расстраиваются. Ну, кстати, знаешь, вот в паузе удалось мне подсмотреть тем толк команды Энс. Подслушать. Ну, подслушать вряд ли, потому что финский язык непереводимая игра слов для меня. Я чисто ориентировался на эмоции. Максимально спокойно. Парни слушали изначально Аллу, который где-то минутки 2-3 говорил, потом и тренер включился. В это обсуждение. Но, как таковых, эмоций на лицах игроков я и не увидел. То есть, то, что мы видели на линейке похода оверпасса, полное отсутствие взрывных каких-то эмоций от них, тоже было и в паузе. То есть, не сказать, что сильно расстроились. Просто слышал я только нюк. Нюк. И это все, что я понял. В обсуждениях холодный расчет. Ну, это самое главное, что карта оверпасс уже осталась в прошлом. И сейчас максимальная ответственность и весь уровень концентрации направлен уже на карту под номером 2. Коэффициенты от нашего партнера, кстати, от лутбет. Это на победителя на карте под номером 2. И здесь больше эксперты лутбет верят в то, что победа улыбнется команде Энс. Ну да, коэффициент 1.5. В принципе, в целом на матче был немного другой. 1.7. 1.7 примерно на 2.05 был на победу Энс. То есть, здесь даже вера поприбавилась. Любопытно. Все-таки после прогреша на первой карте, видимо, рассчитывают, что если уж на чужой карте такая была жесткая битва, то уж на своей зажгут. Но ответят нам только эти ребята на вопрос, кто же лучше катает нюк. Монетка полетела и начинается карта под номером 2. Второй четвертьфинал Star Series iLeaks 6 сезон. Киев, Киберспорт-Арена. Удачи командам. Полетели. Поехали. Пистолетный раунд. Энсы начинают за сторону атаки. Есть две флешки, смачок, дикой и... Ну, поехали, кстати, на рампы. Двоем изначально чекать. Быстрого раунда уже на точку А не будет. Атака рампов. А там Смуя, там Тизян. Можно сказать, даже засада от команды B.I.G. Гоби чекает улицу. Как раз он на раскиде. Но задача Смуи дать хедшот уйти. Так, ну а задача сейчас звена атаки поймать удобный для себя тайминг. Тем не менее, Смуя не покидает позицию. Получает по голове, так же, как и Тизян. Олег себе убил как и Тизяна за углом, так и Смуя. Вот это красавчик. Ну, не пошла стрельба. Ну, по итогу, кстати, там друг другу помешали. В этой позиции по девятке игроки стороны защиты. И теперь реверс атаки по направлению к чистой точке А. Вот теперь точно чистой. Ну да, Nextag выходил с прочеком. Возможно, надеялся, что атака еще не успела выйти. Но в итоге какой-то получается довольно легкий пистолетный раунд. Энс вышли, убили рампу, убили хелпу, убили хелпующего и на А. Тизян. Ну, Губи знает, что за ящиком есть соперник. Но как выудить его голову, а потом еще разбираться с троими, он абсолютно не понимает. Да, раунд был проигран уже, наверное, после того, как на рампах потерялись Би и Джи. Ну и опять, смотри, статистика пистолетных раундов и преимущество, да, выигранных этих пистолетов за сторону атаки подтверждается на карте нюк. Энс. Ну вот, если смотреть именно на пистолетный раунд, то хочется рассчитывать на очень жесткую подготовку на заранее выверенные раунды. То есть это должны быть раскидки на улицу, это должны быть, возможно, врывы на А через Молотовы. Ну, кстати, вот на этом турнире мы нюка от Энс и не видели. Нет, мы датский нюк в основном наблюдаем. Да, наблюдаем. А вот каков он в 2018 году в начале сезона 18-19, да, осень, весна, лето, этот финский нюк абсолютно непонятно. Ну, то есть аналогию можем мы только проводить с тем нюком, который мы видели в исполнении B.I.G. и Фракстерс, когда как раз-таки были овертаймы и беги по итогу не смогли одолеть своего соперника. Ну, тут нужна какая-то дистанция, хотя бы раундов 10 посмотреть за Энсом, и будет уже что-то понятно. Смуя отрезается, как мы видим, смачком, решил даже не простреливать Оуэн в этот дым. Икс Севен прошел, остальные на рампу. Пошла Энфан, кстати, Тапсону поближе к секретке он уже подходит в попытке реализовать, собственно, ЦЗшечку. Тизиан услышал проход по радио на рампы и также будет играть далеко. Молотов прогоняет игроков под девяткой. Ну, вот такой где-то, наверное, датский стиль. Запустили одного по улице, сами вышли 2 плюс 2 через вилку. Так, не попадает в голову Тизиана, это было важно. Зато по второму. Размен. Ой-ой-ой-ой-ой, засчитала по губи. Алексий не рассчитывал на этот минус, но получилось его сделать. Ну все, это 2-0. Вновь бескомпромиссно все проходит. Реализовать скаут на улице с Муи так и не дали. Дострелочка по сильно дамаженному Икс Севену. Попытка забрать девайс. Есть. Ну, Юмпи, Кармор, еще и коктейль Молотова у Некса. Неплохое приобретение. В свете следующего раунда, который команда отыгрывает, не дозакупаясь. То есть, в принципе, здесь СС-шку можно будет на Эксу дробнуть или наоборот. Ну и сейв. 2-0, причем очень-очень такие четкие действия от Энс. Подошли вместе, запустили парня. 2-2 вышли на Б, разменялись в плюс. Ну, видишь, и постоянно беги пытались уворачиваться от лобовой атаки соперника в пользу того, что в дальнейшем удача их постигнет уже в каких-то засадах. Возможно, накрутить хаос, там, панику, зайти в спину. Но очень четко финны разбираются поочередно. Каждую позицию, подступая сфрагментированно к пленту, высекают, бомбу ставят. И только сейв ожидает Биайджи на окончании этого раунда. 2-0. Так, ну что, три калаша. Сохраняется Уэнса. Биайджи, в принципе, тоже неплохо подобрали девайсы. Возможно, этот юмпик где-то полетит. Возможно, он будет, наоборот, где-то за углом встречать. В принципе, при удачном течении обстоятельств можно из юмпика вывести на какой-нибудь калаш, разменяться. Ну, знаешь, опрометчиваемый, скорее всего, от этого момента. Понимая, что сейв был, действия от финнов мы не увидим. То есть не будет здесь каких-то скоростных выходов без прочеков. Без прочека второй выйдет, третий. То есть аккуратно дорабатывать карту до постановки плента. Мак-10 в руках Олекси Би. Аллу, как мы видим, уже рвется по улице. За красным контейнером этот парень. А вот он и юмпик. Вот нексы. Первый минус Аллу. Ну, вот как-то перестрелял скаут, причем абсолютно без потери здоровья Аллу. Так, Аллу понимает, что чекать нужно левый угол от себя. Ну, не сразу, но справляется, тем не менее. Синхронный фраг от Олексия Би по Тапсону. И от защиты остается дефолтный юспик и Тизян. Ну, Тизян под девяткой, в принципе. А, это Губи под девяткой. Можно как-то доработать по Аллу, но мы видим, абсолютно не хочет Аллу дальше стреляться. Выходит сам. Тизян погибает. И сильно дамажный Губи остается последним. Перестрелка на дальнюю дистанцию. Но, опять же, здоровье не позволяло ему здесь конкурировать. 3-0. Четко, Финн ведут. Пистолетная история выиграна. И начинается самое интересное. На старте очень уверенно доминирует Энкс. В этих трех раундах не было никакого пожара. Когда нужно сейвить, сейвили. Когда нужно люркерить, люркерили. Поэтому, вроде бы, вот можно рассчитывать на хороший плотный нюкот Энкс. B.A.G., в свою очередь, ну, видимо, ждали просто девайсов. Ну, пока да. Действительно, рано о чем-то здесь рассуждать. То есть, как только появляются девайсы, абсолютно другая история. Исполнение команды B.A.G. может быть. Так, пошла заготовка. Алекси Би по-прежнему на МАК-10. Дым улица, дым на рампы в ответ от команды B.A.G. Губи. Иксемочка. В стиле Оскара, в стиле Зевса. Модная, модная тенденция. Поменьше снайперских винтовок, побольше как раз-таки вот шотганов. Исполнение на короткие дистанции легко. Ну, как-то вышел, убил, признал Смуя. Ну, вроде Смуя все слышал. То есть, изначально он контролировал по звуку этой ситуации. Должен был зажимать прифайром, но не справляется. Здесь уже размен на рампах. Ну, как-то подрастроился Аштизиан. Очень темповый раунд от Энкс. Вновь 1 плюс 4. Вновь это работает. Ага. Это что, они уже на сейф уползают? Ну, попытаются. По крайней мере, пока что бомба не поставлена. Если будет быстрый фраг по Аллу, то возможность выйти на этот ретейк у звена немецкой команды будет, но не до чек. Губи не понимал, что слева в упоре может быть оппонент. Да и, в принципе, позиция была весьма нестандартная у Таллу. Ну, все. Он закончен. Биг проигрывает. Действительно, девайсный раунд остаются ни с чем в нем. По крайней мере, по счету. Ну, и будут сейвить. Ну, какие проблемы у команды Биг? Это улица. То есть, раз за разом Мэнс туда отправляют одного игрока, и он очень вовремя вписывается в эту композицию. Будь то люрк, будь то entry kill. То есть, нужно работать с улицей. Рампа. Тоже раз за разом проходится. Если Тизиан до этого просто давал инфу, уходил, то сейчас его просто убили. Ну, кстати, вот знаешь, максимально просто для себя пытаются действовать Тенз. То есть, мы не видим каких-то супермудреных прокидок через купола, как это бывает в исполнении команд, которые проповедуют такую отличную, ну, датскую, назовем, атаку на карте нюк. То есть, постоянно вот эти молотовые флешки, заходы со взрывом двери, со смоком в мейн. То есть, всего этого нет. И частенько еще есть второй вариант. Обруливается улица как раз-таки по девятку. Здесь просто лево-лево, право-право, лево-лево, право-право. По итогу горит пожаром точка Б, и раунды берутся команды Энс. Ну, пока что финнов не заставляют показывать эти самые заготовки с раскидом А. Смуя пытается в упор поднимать сейчас контейнер. Оно и правильно Тапсон прикрывает. Попытается Смуя здесь сыграть четко на один фраг. Хорошая компина может выйти. Тапсон уже... Дальше его не отпустят, бомбу зачекали. Так Тапсон ее выбивает, а Смую не чекали. Смуя, по идее, здесь закрывает Аллу. Широкий стрейф, нет, не перестрелял. Не полетел, а ЦЗшка в движение, хедшот от Аллу. Тапсон нужно делать хедшот, тоже не попадает. Аллу прям берсерк-мод какой-то включил. На 16 хп еще один минус. Купи, пойдет же, пойдет. Ну, знают, это другое. Присутствие друг друга и кто первый откроет дверь. А, тут спина приходит. Севен прикрывает тиммейта. Ситуация 2 в 3. Эмочка справляется. Некс, уже 2 в 2. Здоровье примерно равное. Сергей не торопится ставить бомбу. Тизян подбирает девайс. Выход, перекрестный огонь. Так, ну... Без патронов. Дают перезарядиться, а Тизян... Нет, не дают все-таки. Пока перезаряжал, убили. Ну, инфа по Нексу есть. Он ждал аркады, но никто в спину не обходил. 5-0. Раунд с двумя засейвленными девайсами. Не удается реализовать команде B.I.G. В итоге Аллу-то раздал. Смуя не смог доработать Пуалу в начале раунда. И 3 фрага от Фина. Ну, причем, кстати, что характерно, на несвойственном для себя девайсе действует. То есть мы видим полное отсутствие снайперских винтовок в угоду быстрым раундам. И постоянно проблемы возникают как раз-таки с улицы. Но в расчет четко брать, опять же, вот этот раунд, который такой полу-форс, полу-бай от B.I.G., нельзя. Ну, была идея. Была инициатива, была идея, но она себя не оправдала. Ну, по крайней мере, B.I.G. понимают, в каком участке карты у них проблемы. И работают с этим. Это здорово. Укрепление рампов. Обратите внимание, в этом эпизоде... Залетает по Алексию практически на половину здоровья. Смуя. Позиция. Снайперская винтовка сработала. Врыв через смоки. Тизя. Под флешечку. Отличная работа. Молотов горит. Флешка летит. Но B.I.G. понимает, что это рампы, это улица. И эти позиции переработаны. Ну, решили сыграть в активизацию собственных усилий. И, кстати, это заехало. То есть полностью задоминировали по всем фронтам. Навязали панику легкую. Вот этот врыв через смоки от Тизина был, конечно, шикарным. И флешка прилетела. И Молик заехал. И по итогу первый для себя Berlin International Gaming берут. Ну, хорошая капитанская работа. Счет 5-1. Напомним, D.Overpass также начинался со счета 5-0. И после этого 8-7 половина была доиграна. Так что тут... Знаешь, смотрим мы вот, наверное, на Star Series. Последние такие ситуации, когда видим счета 5-0, 6-0. Потом 1900 придет и порядок наведет. Будем следить за развитием событий. Непонятно, какую там линию поведения предпочтут команды. Да закупаться, перезакупаться. Но тем временем как-то что? Предпочитает Алексий, просто никого не замечая, заходить в базу B. Телепорт на B. Действительно, никого нет. Просто чистота и пустота. Понятно, что нужно созывать туда тиммейтов. Но вот у них уже на проходе могут возникнуть проблемки. Рампа окажется в капкане. Тизиан смотрит вообще? Нет, он не ждет. Нет инфы, что на B парень прошел походу. Здравствуйте. Спина. Второй красный. Чистит путь своим тиммейтам. И теперь понимает, что один так точно есть на базе B. Ну сму я. Ой-ой-ой, как грамотно. Молик направо и направо выход. Хорош, Алексий. Красиво. Сам решает две ситуации. И опять же, пропускает просто своих тиммейтов на базу B. Ну попытка огрызнуться. Бомба стоит. Губи все еще на верхней. Но это просто Алексий выиграл раунд парням. Дает молик. Тушит его Аркадий. Ты сму я не знает, куда ему смотреть. Направо или налево. Так, попытка оказаться все-таки поближе к базе B. Губи вентиляции. Его здесь ждут. Кто-то не залетает у Алексия. А стреляться-то и не нужно. Все. Губи последний. Ну бомба пищит. Китов я не вижу. Губи погибает. 6-1. И это минус экономика. Ну нет, там какие-то деньги были. Вопрос. До 2000 или все-таки закуп. Или фул эко, возможно. Ну на бумаге надо до 2000 закупаться. Посмотрим, что придумают беги. То есть видно, что серьезные проблемы на нюке. Тут уже, возможно, отчаянные времена, которые потребуют отчаянных мер. Этой команды. Возможно, стоило и паузу поставить. Ну вот, МК. Ты видишь, четкого, единогласного принятия решения так и не видно. То есть Тизян там затормозился как-то на КТ-спауне. Более-менее выровняли экономику. Ну посмотрим, чему все это приведет. Тизян все еще на рампах. Вроде бы начали исправлять те самые дыры в обороне беги. И просто пробегает игрок на Б без инфы. И вы вроде бы и на улице проблемы, и на рампах проблемы. Еще и на Б оказывается террорист. По всем флангам действительно определенные трудности у бегов. Энс, понимая, что там скользкая экономика, немного сбавляет обороты. Понимая, точнее, что ситуация может быть скользкая, в принципе, в долгую раунду разыгрывают финны. Все в этом моменте максимально логично. Ну вот, судя по миникарте, это такой классический выход 1 плюс 4. Алло, первый минус. ВП отрабатывает. Видимо, Нэкс решил почекать. Остается только эмочка Тапсона. Алло выпускает тиммейта. Тапсона отрезали. Гоби ждет выхода. Но вообще выход через пристройку, через будку не любят Энс. Не любят и могут на самом деле здесь серьезно потерпеть. Но нет, Эмка не отрабатывает, минусует ее. Остается только два пистолета. Смуя на девятке. И, кстати, выпадает бомба. 25 секунд. Алло, Алло. Ну, так, так, небольшая паника. Нет, все-таки Тиззен побежал вперед. 20 секунд. Мой последний. Дым ему все-таки слишком сильно мешает. Ну, пытается некий зазор для себя найти, понимая, что не найдет его. Просто ретируется. За стеной у него лежал девайс. Это калаш. И, по идее, уже, наверное, будет сейвить. Ну, в принципе, это логичное решение. Все-таки есть калаш, есть флешка. Но, тем временем, счет становится 7-1. Если на оверпассе к этому моменту времени была максимально близкая уже борьба, там, 6-5. Ну, да. То на Анюке пока что беспросветная. Защита для Биайджи. И... Ну, все получается у Энс. То есть раунды действительно разнообразные, логичные, что еще тоже стоит отметить. То есть, понимая, какая экономика у соперника, моментально меняется модель. Дают они своим оппонентам пространство, что ли, время ошибиться. И, в принципе, беги. Это дело. Ну, такая, конечно, довольно уверенная игра от команды Энс. Напомним, третья карта будет Детрейн. Поезда, возможно, мы с вами понаблюдаем. Ну, и, конечно же, тут у Биайджи целая череда вопросов. И в плане экономики, и в плане внутриигровых решений. То есть, какую точку укреплять и где вообще исправлять трудности. Частенько так бывает, что даже несмотря на то, что атака выигрывает пистолетный раунд, ну, это такой вот разыгранный коэнфлип, защита при этом понимает, что силы у них на оборону есть, и начинают навязывать свою какую-то линию поведения. Там близкий второй раунд, близкий третий раунд, пускай не выигрывается, там близкий четвертый раунд. Но здесь всего мы этого не видим. То есть, вот максимально комфортно себя чувствуют, свободно, раскованно финны на карте нюк. По крайней мере, точки вот в чистую забираются. Ну, вот эти одиночные вылазки действительно указывают на суперуверенность, суперподготовку команды НС. То есть, соло парень по улице может поражать, соло на Б пробегает тип. И за это никто не наказывает атаку, что самое главное. Так, ну, какие-то там трудности, работа была с тренерами, вроде бы все улыбаются у бегов, как ни странно, а у НС, наоборот, все сидят максимально серьезные и суровые. Ну, знаешь, опять же, вот счет ни о чем не говорящий. То есть, беги так долго запрягают, долго просыпаются, но мы видели, как они преобразились в окончательной стадии карты Everpass. Насколько они начали заводиться при каждом удачном действии, полетели вот эти вот моментики 4 в 1, 2 в 5, точнее, 1 в 4, 2 в 5, которые они выигрывали раз от раза. И это позволило им все-таки карту до победы дотащить. Но пока мы видим, что эмоциональный фон, он, конечно, такой немного скомканный. Ну, на Everpass как-то в целом чувствовалась конкуренция между командами, а тут по игре НС прям на шаг впереди постоянно. Возможно, после этой паузы, после того, как темп игры упал уже до нуля, как-то что-то смогут поменять Биэджи. Но не факт. То есть, знаешь, взрываться тоже вот неожиданным событием для НС, скорее всего, не будет. То есть уповать на какие-то постоянно выдвижные позиции, агрессивные действия. Скорее всего, финны к этому готовы. И там ближайшие, точнее, начальные минуты раундов, они будут просто-напросто стоять и ждать. Ну, один раз Биэджи поджимали улицу как раз-таки, когда Смойя... Да, и это было неплохо. То есть был entry kill, Смойя просто в упор не убила СССР. И теоретически эта агрессия имеет место быть. Причем еще, знаешь, стоит отметить момент, что финны действуют разнообразно. То есть у них нет какого-то рабочего раунда, который они обузят, как это было в начале. То есть против пистолетов, на пистолетке они действовали по большей части претендуя на взятие улицы, проход на секретку, базы Б в дальнейшем. То есть здесь не знают, откуда ждать беды Биг. Ну тут это рампы, это улица, ну и как-то нужно досматривать дверь, чтобы никакой лазучик не просочился. То есть именно выходов четких на А мы не видели все еще от команды NS, да они им не особо-то были нужны. Так, ну вроде бы одеваются наушники, совсем скоро должно быть продолжение. Вроде бы да, вроде бы да. Рукава поправлены, наушники на голове. Ну и мы с вами уже точно готовы продолжать смотреть за рубкой. Дело за командами. Ну и друзья, напомним еще, что сегодня помимо этого БО-3 также два четверть финала. В следующем единственная СНГ команда, прошедшая в плей-офф, будет встречаться с молодыми датчанами Фрагстерсы. В заключении этого дня Норс и Энерджи. Все верно, сегодня у нас четыре БО-3, очень насыщенный киберспортивный день. Завтра два полуфинала, ну и потом гранд-финал. БО-5. Да, по формату БО-5 до трех побед. Но такого, кстати, еще по-моему на Старсерии не было. Ну возможно когда-то и было. В новой истории. В новой истории. С какого времени ведется счет новой истории? Ну когда пошли Старсерия с Айлик с 16-го года. Ну ладно, вот возможно в 16-м еще и был БО-5. Ну посмотрим у нас отдельный день на финал, так что команды могут и БО-7 поиграть. Так, возвращаемся, ура! Поехала игра. Со счета 7-1 все продолжается. Опять же БИГ без экономики, 3-цзшки, дигл. Это все на что они могут рассчитывать. Алум на улице. В поддержке у него два тиммейта плюс игрок, как мы видим, на скале. Губи в упоре Тапсон также, как мы видим. Готов встречать выход на А. Но вот проблема в том, что Энс не ходит на А. Ну и пока в дебюте расчетливо, хладнокровно, дальними дистанциями. Понимая, что преимущество калашей у них, естественно, присутствует. Забирают пространство? Дальний дым. Сюда же, как мы видим, Молотов. Но никаких засадных позиций нет от команды БИГ. Улица абсолютно отпускается. Алексий прошивает смочок. Никто из этого смока не выходит. Ну и такое легкое непонимание. А где вообще? Ну, кстати, уже в районе девятки по-любому кто-то есть. Ну, там угол раздевалки, если ничего не путаю, занят как раз-таки под Алексием. Но это должны понимать сейчас террористы. Но Нексио слышит, информацию под спочкой тиммейтам передает. По крайней мере, направление атаки сейчас вырисовывается. Вот он, Гоу Би, который уже оборачивается на нее. Ну и тут может все определиться одним файтом. Если сейчас проблемы будут у Эрила, нет, он не пойдет в раздевалку так же, как и Алекси Би заскакивает. Это должен быть сплит на А через мейн, по факту. Если они уже вдвоем в девятке, тут особо-то вариантов и не остается у Эмс. Что, вниз бежать по этой девятке? Что делает Сергей все это время? Треть секунд времени до окончания этого раунда. Спину чекает. Так, Гоу Би в будке. Кстати, вот позиция в будке была бы максимально непредсказуема. А там сплит, там сплит. Тапсон за Аркадий, пока Гоу Би стрелял. Вот это да. Расчетливо, хладнокровно, не слышали. Один стоят Сергей. Как-то раунд развалился непонятно. Никого не было, не было, не было. В итоге 3,5 секунды, 4 тиммейта мертвые, Сергей один, бомба выпала. Времени на ее установку уже в любом случае не будет. И здесь как бы хотя бы остаться в живых не остается. Трофейная снайперская винтовка реализуется Нексом. И это откуда ни возьмись всплывший второй раунд для Биг. Не ходили через девятку, не выходили на А. И, возможно, не стоит начинать. Промокод на лутбейте, также SLTV. Запомните, кодовые четыре буквы. Ну и будем надеяться, что Биги все-таки навяжут борьбу, что будет интрига не только на оверпассе, но и на карте Дэнюк. И желательно в первой ее половине. Ну, действительно, стадия уже первой половины, когда стоит Бигам просыпаться и набирать раунд за раундом. Мало того, выигрывая их, так еще и храня экономику соперник. Ну что же, Энц вновь запускает Казачкаев. Вот что? Почему он пробегает? Ну, второй раз уже. Ну, кстати, смотри, вот это действие. Энц совершает там раунд в несколько. То есть несколько раундов никто не ходит. Потом то Алексий там проходил, теперь X7. Так два раза убивают. Только догнать от Смуя. То на рампах убили типа в спину, теперь Смую. То есть Биги даже не знаешь, что он прошел. То есть, ладно, они отпускают, и инфа есть. Но они отпускают, и инфы нет. Ну, теперь с этой проблемой как-то нужно справляться. Вот так вот. Минус X7. Ну, как Аквариум отыграет Тизен. Пытается действовать коварно. Смачок есть. Ну, классно. Она под свой же дым прячется. Дверь открыта. Тизен понимает, но прострел не дает. Гоби на рампах. Тапсон в спине. Неплохой полукруг получается за бегами. Размен молотовыми. Ни тот, ни другой не работает. По итогу бомба поставлен на ситуацию 4 в 4. Сейчас предопределяющая дуэль все-таки на Аквариуме. Когда должна случиться? Так, Тапсон разменялся. Уже в большинстве команды Бейджи. Тизен ждет. Так, Тизен. А не слишком ли поздно этот молотов? Не слишком ли долго вы стоите в Аквариуме? Слева не читается тип. Гоби уже убили. Нет, читается. Правда, Аллу перестрелял. Так, ну и по итогу остается последний Некс. И как-то раунд развалился. Вроде бы направление было понятно. Разменялись. Все стояли на базе Б. Но удержать изначально постановку бомбы, а потом и выйти на качественный ретейк немцы с британцем так и не смогли. Выиграв один, отдают следующий. Вот у них же было большинство 4 в 3. Как-то коммуникации не хватило. Синергии внутри игровой. Ну, видишь, очень долго мы смотрели за Тизеном и его приключениями. У него весь арсенал по гранатам. Сначала смачок, потом флешку, потом вроде был молик. Но по итогу его как бы оставили на десерт, а основные ключевые события развивались как раз таки в пленте. Нужен был, наверное, какой-то кол, чтобы Тизен что-то двигал. Ну, один стоит в винте, и Тизен стоит. И на рампах стоит. Они все стоят, ничего не происходит. Бомба установлена. Еще одна пауза техническая. Это что такое? Полторы карты, все было окей, а тут понеслась. Техника не выдерживает. Слишком жарко на сцене. Ну что же, беги. После прошлой технической как раз взяли раунд. Возможно, это знак. Проигрываем раунд техническое, берем. Ну да, это же старый. Старая знакомая модель. Старая гвардия. Вот нога, вот системный блок, вот и пауза. Ну, это, конечно, троллинг. Расслабляется пока тренер, понимаешь, что... Но время выдохнуть. Да, можно немного почилить. Там, кстати, я видел, ФАМАС закупили. То есть, возможно, даже... Там деньги были, кстати. Да. Деньги оставались, несмотря на то, что вроде бы только что раунд до этого выиграли. И этот проиграли должен быть. Сброс экономики. Но я тебе даже скажу, по-моему, снайперская винтовка там присутствовала. Да? Хорошо, хорошо. Хороший бай. Да, без ФАМАСа. Обманул я вас. Ну, ничего страшного. 8-2. Что по улице? Две ХАЕшки. Ну, неплохо. Главное, не отдавать улицу. И мы, кстати, подождали этот моментик. И дэмэджи не получили по итогу. Энс. Вроде бы готовят выход. Ну, тут очень щекотливая ситуация. Атизина. Он, кстати, уже такой мув делал. Забегал спиной в смоки. И тогда и Молик его заехал. Сам он фраг сделал и флешку моментально набросил шедевральную. Но на этот раз не пропустили. Ну, там и тиммейт у него был за плечами. А тут он все-таки один. Ну, подошел, послушал. Дал Молотов. Отступает. Атака вообще на крышу делает перетяжку. Зачяжной раунд. Как мы видим, еще ни одного дыма не использовали Энс. О, раскидочка. О, чего не было ни разу. Ждали мы долго. Раскидки через купола. По крайней мере, Молик на будку прилетит. И на будке, на самом деле, не особо-то и понятно, есть ли кто-то. Ну, сейчас увидим. Ну, по идее, нет. Даже если есть, то уже. А Молик, кстати, потух. Тизиан. Тоже Молотов получает. Прорабатывает пространство Энс за счет как раз-таки. Охо. Вот здесь неплохо. Вроде бы был готов с Муэ, но там настолько качественно выбили. Молик догорел, пошел в прожим Эриал, но переселять соперника не смог. По-моему, даже не начал. Ну, традиционные проблемы с базой БМ. У Некса мы видим тут МПшка, он сразу за дверями. Ждет звук опостановки бомбы. Она открытая под Кэт Волк и ставит ему по голове. По пулечке хотел Некс дать хедшот, но не полетело. Тизиан, хорошая позиция в аквариуме. Ну, вот опять хорошая, но реализовать ее ему не удается. Соперники уже после поставленной бомбы уходят, и он просто-напросто никого не видит. То же самое происходит и у Гоба Би. А вот и Тизиан пошел. А, Тапсон тоже пошел. Тапсон всех видит. Один в один. Один в один Гоби. И это раунд. Все-таки 8-3. Вновь на тоненьком. Вновь этот ретейк. Это вообще второй фраг Гоби. Еле-еле потащили. Еле-еле. Надо что-то сделать с Б-базой. Ну, постоянно, да, проблемы. Как раз-таки с нижним пунктом. Но на этот раз, видишь, вроде как бы знали две позиции финны у своих соперников. То есть знали они о двери о Гоби Би. Знали они о Тизиан. Постоянно классически играющем на аквариуме. И под байт этого внимания просто выходит вилочка. Ну, неплохо было. Ну, такая завершающая стадия сейчас будет первой половины. Уже оба коллектива сделали определенные выводы. Подбодрить. Серила. Тебя ЦЗ-шка, держи. Минус 18. П-шка, Юмпик. Могут беги перевернуть, на самом деле. Вот если этот заберут. Хороший Молотов. Ой, какой же тайминг. Все. Нет, потушили даже, чтобы не теряться во время. Время не терпит. X7 бежит. Волосы назад. Тиммейт у него рядом. Опять же заходят на базу Б. Ну, по крайней мере, в ее окрестности. А здесь снайперская винтовка смует. Молотов смуя уходит. Оп, заметил вот это мув. А если бы залетела? Было бы хорошо. Но не залетела. Вентиля, как мы видим, уже контролируется. А это, возможно, выход вообще на сейчас будет. Ой-ой-ой, а тут 4 игрока. Так, ну и пошел проход. Анекс без хлопы. Он тут вообще один стоит. Фраг делает, после чего погибает от ЦЗ-шки. Трофейный девайс будет подбираться. Контроль, казалось бы, мейн. Но Тапсон четко ставит в голову. За полсекунды до того, как раскрылся этот смок, Тапсон дал минус. Губи в девятке. Вроде бы классно зашли Энс, но бомба не стоит. Уже есть девятка, есть мейн для команды БИГ. Губи. Наброс под бомб кэри. Да бомбу-то и не поставят уже. Нужно отстреливать. Губи контролит. Флешка пошла. Тапсон отвлекает Аллу. Ну, выйти, убить. Нет. Очень чекотливый момент. Ну, тут спиной просто парень. Ох, ну, еле-еле Аллу перестрелят. Но тем не менее, остается один против троих. Три половинина. Но нет. Четвертый раунд для БИГ. Ну, все. Пошел интересный КС. Энс. Делали вид, что выходят на Б. За Аркадии ли А? Забрали опорника, но настолько быстро перестроились БИГ, что забрали как мейн, так и девятку. К такому ритму оказались финны не готовы. В итоге без установки бомбы. Они теряют абсолютно всю свою экономическую мощь. И 8-4 может превратиться, и наверняка превратиться в счет 8-5. А там половина закончилась. Да, и БИГ могут вообще побороться за счет 8-7. Ну, точнее, за счет 7-8, если со своей стороны смотреть. То есть, в принципе, главное здесь понимание того, как действует Энс. Но, я думаю, уже подпривыкли. Нет уже ресурсов у команды Энс, чтобы показывать что-то новенькое. Мы видим, вообще там на виспауне стоит Алекси. Видимо, такой дополнительный тимток ценой в этот раунд. Ну, и на глоках, как мы видим, особо не повоюешь. Ну, не претендуют здесь особо на продвижение, игру на какую-то экономику. То есть, вместе раши на рампы мы не видим. Улицу не проходят, гранаты не были закуплены. Действительно, скорее всего, общаются с Энс. Ну, последние два раунда первой половины обещают быть очень интригующими. В принципе, не слишком большое преимущество у Энс. Если 8 раундов, так и останутся. Ну, все на этой спауне. Ну, общаются. Тимток, привет из 1.6. Передает Гоби. Говорит, я привык, я не пойду в эту аркаду, отдаваться не хочу. Одни стоят, и другие стоят. Красиво. Тайм-аут. Две минуты дополнительный. А потом еще поставить тайм-аут. Вот это был бы классный ход. А потом Гоби патролит и тоже поставит тайм-аут. Ну, такое, знаешь, у Эрила напряженное лицо. Не скажешь, что он какой-то впитывает информацию. Ну, непонятно, кто там. Кто, кто, кто общается. Кто разговаривает. И, кстати, он так вышел, тиммейт уже мертвый. Гоби все-таки пришел. Встали немцы терпеть. Сколько можно, действительно, до окончания этого раунда остается всего лишь какие-то 20 секунд. И решили поживиться фрагами. Дальний спрей Гоби, 7% здоровья. Все, отстрелялся, можно уходить. 20 секунд. Вместо Гоби приходит Апсон и добивает раненых финнов. Аллу? Разбиться, может быть, нет? Не в стилистике, Аллу. Хочется ставить бомбу. А тут нож. Смуя, а тут смуя. Вот это поворот. Эть, 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 эть. Смуя. Он ставит бомбу, серьезно. Это ножи. Что происходит на этом нюке? Идеальный, идеальный раунд. Оставляют Алексия Яли без денег после окончания этого раунда. Серьезно повеселили друг друга команды. Но, знаешь, серьезный плюс в мораль просто. Ну и полторы тысячи. И полторы тысячи лишними не будут. Внахлёст того, что Аллу как раз таки без денег. Под конец первой половины-то полторушечка заработана. Командой Биэйджи. По итогу Аллу пошел ставить бомбу. Хотел заработать для всей команды по 800. Остался с СЗ-шкой. Ну, СЗ-шка есть, гранаты есть. И на том спасибо. X7 летит. Да ладно, его не могут здесь четвертый раз пропустить. Могут, могут. Вот просто пошел, конечно, вдогонку уже Next. Но не понимает вообще, прошел человек, не прошел. Да должны понимать, уже столько раз их обходили, что даже если ты его не видел, он там есть. Отличный шифрованный раунд от End. Сказалось бы, простое исполнение, но насколько же сложный в понимании для Би. Стоит уже на секретке. Ждет Аквариум. Там Тизиан, по идее, должен быть. Ну, Тизиан. Выйдет посмотреть, выходит, погибает. До свидания. Минус Аквариум. Можно заходить на базу Б. Второй пошел, вентиляцию не дошел. А здесь замес пошел уже на точке А. Там девятка, там девятка все еще есть. Нет, все, уработали гоби. Смуя приходит уже 2 в 4. АВП на руках, Сергей на одном хп. Смуя погибает. Даже не успел открыть скоб. Ну и Тапсон последний. Против четверых. Бомба ставится, полетела фишечная ХАЕшка. Ну, столько было времени обсудить этот момент. Ну, одно, что тоже делают с этим запуском вентилей. Да, столько Энс давали времени Б.И.Д.Ж. обсудить этот момент, когда играли с Глоками целый раунд. И они это повторяют, и это по-прежнему работает. Сразу же, на следующем. И работает. 9-5. Уже перекрест один раунд, первая половина выиграна. И остается узнать ответ только на один вопрос. Будет ли это 10-5 или все-таки 9-6. Последний раунд перед сменой сторон. Есть АВП для команды. Биг. Кстати, вот посмотрите, обратите внимание, подвыключили СМУ. Если панорама, опять же, нас не обманывает. 4 фрага. Ну, там и СМУ, и Гоби не слишком много убивают. Хотя, казалось бы, АВП в дефенсе. Но вот такая структура атаки, Энс, просто на бета с авиком особо и не поретейкаешь. Гоби! Отличный поджим. Видит ноги. На краю смачка замечает. Ну, вот. Не сам удачным образом отстрелялся, но оставляет дамаж на пробегающего. Да ладно, Тапсон не попал. Там буквально на один патрон был Алексий. У Сергея вообще одно хп. Ну, это... Двое просели, но достигли нужного для себя момента. Форсирует дымовую завесу по направлению к базе Б. Должны брать БАГ, на самом деле. Они понимают, что это Б. Понимают, что там два красных. Под флеш. Очку не дострел. Вторая попытка. Изи фраг. И знает, что там дамажный. Так, Алексий. Хаешка. Ну, тут 70 хп у Тапсона было. Граната его не убивает. От кого играть? От X7 нужно играть. Рановато Тапсон. Вот он бы пошел, он бы пошел, если бы не было прострела в эту же секунду. Вдвое дамажных. Ну, девятка. Сейчас X7 должен пройти. На определенный момент, да. Если X7 здесь не решает проблем своих тиммейтов и своей команды, то дела не будет. Кто-то контролит же, по идее. 9 у команды Биг. Next, наверное. Так, ну, в таком тайминге, да, ожидается уже X7. Правда, залетает эта сплэнта. Оп. Девятка смотрится с гранатой в руках. До свидания, Next. Одно хп у двоих типов по одному хп. Незаконный КС. Бомба выпадает. 20 секунд времени. Второй взамес пошел. И Смуя готов убирать третьего и выигрывать раунд. Так, X7 уже снизу не прощупал. Айфу не было, ты видишь, он просто-напросто с АВП. То ли не передали, то ли какая-то мискоммуникация. Но Смуя был со снайперской винтовкой. А теперь постановка бомбы. Один в один. У X7-а калаш, и любая попавшая в голову пуля в его исполнении ставит фатальный для его соперника. На последнем проценте здоровья. Сидит чисто на хэдшот. Делаем ставки. Еее, залетело! Да ладно! Один хп реализованный выигранный раунд. 10-5 в атаке. Фины. Ну, это госпожа Фортуна, которой улыбается Энс. И теперь Гобби не улыбается. В последнем раунде у двоих человек по одному хп, он еще и тащит с этим одним хп. Ух, ну максимально напряженно все было. Тем не менее, отличный результат по исходу первой половины, как минимум, для финской пятерки. Ну, а B.I.G.? Ну, так-то счет рабочий. Просто, наверное, обидно, что не 9-6 для команды Биг. Но, да ладно, 10-5 тоже неплохо. Традиционно небольшая пауза, и вернемся через полторы минуты. Традиционно небольшой пауза. Традиционно небольшой пауза. Девушки отдыхают. Та же самая площадка для сражений. Закончилась первая половина B.I.G.N. с Квана Крохова микрофона. Всем еще раз, кто только подключился к нашей трансляции, привет. Спасибо, что с нами. Карта Денюк вроде бы поначалу была очень односторонней, но счет 10-5. Несмотря на всю доминацию, на все какие-то чудо-раунды, на все ошибки Биг, счет 10-5. Ну, план себя оправдал. Энс выигрывает эту атаку. В общем-то, заслуженно, на самом деле, арсенал тех раундов, которые они предложили, и проблем, с которыми сталкивались Биг, был действительно внушительный. То есть Биг вроде бы как бы пытались все это дело фиксить и разнообразными закупками, и активностями, и укреплением аплента, но постоянно проблема была только в одном. Кто-то заходил в вентиляцию и заходил в чистую точку B. Ну вот теперь вопрос, конечно, команде Биг. Насколько разнообразны стратегии у них уже за сторону нападения, потому что видно, что Энс как раз-таки с нюком очень плотно работают. Начинать нужно сначала. Это логично. Хорошо, хорошо сказано, Михаил. Пистолетки. И опять же подтверждать ту самую статистику, что команде, играющей за сторону атаки, чуточку полегче и чуть почаще эти пистолетки берутся. Ну, понеслась атака. Кстати, акцент будет так же, как и у команды Энс в сторону рампов для Биг. X7 довольно сейвово. Находится тут один. Даст один выстрел и убежит на Бэм. На раскидке Гобби и Тизиан. Интересно, какого, опять же, тайминга для себя выжидают Биг. Тизиан может вообще нафыкануть. Он там на крыше со своим смачком и молотовым. Но если бы он раскинул Ай, кто-то еще в дверях пошумел или вышел. Но это слишком сложно. Оп, пропрыг. X7 зачекал. Понимает, что, скорее всего, один тут не пойдет пушить его. Это значит, что звено и нужно уходить. Теперь уже отыгрывать вместе со своими тиммейтами. Аквариум занят. X7 тот самый. Ну, тут должен дым на самом деле приземляться. А вот и дым. По заказу. Красиво. Прострел в никуда. В зазоры. Попал по Гобубину. Лежит, кстати, второй еще. То есть полностью выключили визуальный контакт у своих соперников. Открывается дверь. Алексей Би показывает вроде как бы выход. И, кстати, сбривает бомб керри. Довольно интересно. Казалось, уже бомба должна установиться. Но, видимо, там треть секунды. Энтри килл для Энс. Но нужен ретейк сейчас. Но позиционка сверхблизкая для защиты. То есть здесь не нужно будет как-то думать, там, подбегать, тратить на это время. Китов. Нет китов. Открывается и понятны. Ой, тут установка перед Тетрисом. За Тетрисом. Но вскрыть даже первого не удается. Отличный Тапсон. А стрелялся по двоим. Их Севан отвечает. Но нужно выходить. Максимально быстро. Так, а есть еще вилка. А тут из-за Тетриса прилетает. От Тапсона пистолетка берется. Очередное подтверждение статистики. Изи. 4 в 5. Но все-таки от бомбы отыграли. Великолепная комбина была именно с этим коктейлем Молотова. Ну и, конечно, четкая стрельба Тапсона. Ну все, собраны. Беги. Уже. Уже все хорошо. Уже все хорошо. Теперь главное не проиграть форс раунду. Увернуться от эка. Выиграть первый девайсный. За ним форс. И вот уже 10-10. И, в принципе, у нас ни о чем не говорящий равнозначный счет. И начинается потная концовочка. То, что мы и видели, кстати, на карте оверпасс. На карте оверпасс были овертаймы. Если вы пропустили, обязательно посмотрите повтор. 5 иглов тем временем от Энц. Игра на дистанцию. Возможно, какой-то прострел. Нет. Вот ровно между оппонентами полетели эти пули. А тут Капкан. Тут 3 человека. Ой-ой-ой. С другой стороны МАК-10 от Гоба Биг. С другой стороны вся команда Биг. Вся команда Биг здесь. Размены 2 в 2. Смуя пытается догнать соперника. Но тот уже ретировался. Так, Смуя. Оба вентиляции. Сергея могут не ждать. Да, Сергей. Неплохой выход. Но с Муя разобрался. Ну и по итогу. Олег Сияли. Единственный представитель команды Энц, который в этот замен не вступал. Остается даже невредимым в этом раунде. Ну и так немножечко смущенно. Биг все-таки ожидают. Куда потерялся финский снайпер? Бомба будет. Аллу хотел угадывать. Но понятно, что занятого Б-плэнта уже никто никуда не уйдет. Ну классно. С одной стороны беги в пятером улицу шли, с другой стороны у Энц там тридегла в упоре. То есть могло все это завершиться и в одну и в другую сторону. Так, ну и попытается Аллу понастригать по головам. Но уже отпустил момент ухода своих оппонентам в короткую. И вообще никого не видит. А вот ему прилетает. Хэдшот, минус Аллу, минус раунд, седьмой для Биг. Ну и соответственно у коллектива Энц сейчас только лишь USP. Тактикал на руках. Могут купить какую-то флешку. Но опять-таки слишком серьезного не будет. А вот знаешь, у меня только один вопрос. Это в 2018 году настолько сильная атака на карте нюк, что мы смотрим постоянно с перекосом именно в эту сторону. Или настолько вот слабая защита? Что случилось с нюком? Единственное, что было неизменно. То есть все менялось. День, ночь, но защита всегда была сильнее. А здесь... А здесь новая эра. Перерабатывали карту, перерабатывали. Да, перерабатывали. И вот уже атака тащит. Ну, тем интереснее смотреть. Так-то, 10-5, счет рабочий был. Да, всегда интереснее смотреть, когда атака, естественно, доминирует. Когда есть мысль, инновация, драйв. Ну а пока просто 4 пистолета в активе Уэнц. Все USP. X7 не дорабатывает. Казалось бы, этот минус все-таки будет, но не фортануло. 16 хп, он экс, аэрил последний. Затерялся, затерялся. Минус бомб керри. Не спасти его или все-таки спасти? Калаш. Но не получается. Он слишком долго убивал. Вот если бы он сразу его убил, успел подобрать калаш и еще из пристроечки. Он первый в голову не попал. В плечико куда-то как-то дернул прицел. Если бы попал первый в голову, то изи доработочка. И сделал бы шаг в будущее по направлению к выигрышу раунда. Но не сделал. А вы можете. Сонар 8х. 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 10-8 счет. Смотрим за первым девайсным раундом. Вот команда Энс, видно, беги в довольно-таки неплохом темпе. Начиная свою... Да, вот это очень интересно. Это тактическая. Это тактическая пауза в преддверии первого девайса. Все верно. Возможно, мы увидим медленный стиль игры, потому что по сравнению с оверпазом тут беги просто летают на старте. По карте. Ну, непонятно. Знаешь, вот на самом деле, вспоминая игру с Фракстерс, с B.I.G., я помню в атаке хорошие раскидки, игру в связках. То есть, в принципе, карта, точнее, сторона на карте нюк была у них достаточно неплохой. Да, местами какая-то мискоммуникация, да, где-то там молодые Фракстерс их перестреливали, переигрывали, давили, но понимание как бы было. Поэтому я, к чему это все веду, не жду такой, знаешь, ползающей атаки в надежде на постоянные пуши, ошибки от финской пятерки. Ну, как мы видим, вновь пять улиц, а второй раз уже демонстрируют. Кстати, смотри, пробросили молик, то есть один мочок лег неправильно для B.I.G., и пришлось потратить еще и третий. Вроде бы очень тонко понимают друг друга команды. Алло перестраивается, у него булавик молота вновь останавливает террористов, и нет больше смачка, чтобы его потушить. Ну, он есть, конечно, но тратить-то его смысла никакого не имеет. Но Энсы все понимают, спугнули атаку по секретке. С другой стороны, Эрил слушает их возвращение по направлению к точке А в мейне он пока что один, и кто ему не поможет, нужно стелить, не получается. От двух флешек отвернулся, и вроде бы максимально был настроен на приемочку, но Тапсом все-таки расконтролил. Ну, он же такой бандой ходит с пятером по карте, тут B.I.G. Ничего с ними не поделаешь. X7. По одному встречать пятерых тяжело. Ждет Пуша на свою позицию, не отыгрывает даже в чек. Ну, дождется. Прилетает флешка и минус он. Ого, а вот это поворот. А тут бомба падает на... Сергей, даблкил есть, на третьего не успевает переводиться. В большинстве команда Биг. Так, один вентиляции. Это самая ближайшая позиция. А вот этот парень... Оп! А вот этот парень уже в следующем раунде. И Алексей отказывается от возможности подступиться к этому ретейку, понимая, что он бесперспективный. Уходит. Это сейв, это девятый в копилку B.I.G. Такой интересный момент у команды Биг и у Энс. Получается, на улице проходной двор. Энс там запускали люркера, как-то хитрили, мудрили. B.I.G. ходит в пятером. Тем не менее, позиция не меняется. Попытались как бы Энс решить проблему за счет этого молика, и чтобы образовался некий зазор, и парень бы из девятки поработал, но B.I.G. имели в своем запасе еще один смог, постелили все-таки эту стенку и прошли. Ну и стоит, наверное, подметить довольно гибкую атаку от бегов, то есть понимая, что на B уже выйти непредсказуемо в пятером не получится, перестроились в девять, и все это происходило под флешки. То есть они вернулись на улицу, под две флешки убили мейн, под флешку убили девять, ну и после этого уже на разменах дожали. Девайс мы выиграли. Теперь стадия форса от команды из Финляндии. Довольно крепкого. С СЗ Армора есть эмочка у Алекси. Что, есть флешка, дым, X7. Мысль. Не хватает только мысли в этой обороне. Ну и здесь прекрасно понимают, наверное, немцы с британцем, что за сейвленной эмочкой можно любых подлостей ожидать. Энс тут просто с укреплением на рампу. Одного только лишь оставили чекать, а это X7. А там гранаты улиц, а там как бы по стандарту. Не пять человек, конечно, проходит, но... Так, ну и X7 форсирует вентиляцию, уже подходит поближе к секретке. Есть у него в запасе смачок, который как минимум на 18 секунд, по идее, должен оттормозить эту атаку. Чекает чисто на пиксель. Оп, увидел. Оп, заметил. Вот и дым. Вот и ответный дым. Ой, X7 неплохо, неплохо. Неплохо, но недолго. Казалось бы, рановато начал стрелять. Хороший первый минус. Чисто по шагам. Ну и 5-4. Ну все, Биг контролирует вообще всю карту сейчас. На МК на девятке это единственный аргумент, который могут предложить финны. Самый, что ни на есть ударный. Смоя ждет поджима. Нэкс также перестраховывает его. Ну бомба проползает улицу. Ага. А вот и Эмочка. А вот и Олексий Би. Дальняя дистанция. Заметил второго? Заметил. Ну за бомбой-то нужно сходить. Тапсон это делает молниеносно. Губи. Так, ну раунд на Тонникова. 40 секунд времени до окончания этого раунда. В принципе, такой уже в собственной атаке Энса пистолетом проигрывали. Не признал тиммейта. Главное, что не убил. Выход вроде бы как на нижний плент. Хотя еще можно уйти. Так, полетело по голове. Минус Тапсон. Горит молотов. 25 секунд. Нужно что-то делать. Нужно на А уже идти. Двери открываются. Но это лишь показ выхода на Б. Смоя теряют еще одного тиммейта. Это Губи. Теряют Смою. Остается последний Нэкс. Кармический долг возвращается? По идее, да. 10 секунд до окончания этого раунда. Три соперника противовес. Бомбы не поставили. Ну надо ставить ее. Нэкс. Выйти с хедшотом. Но нет. Нет, нет, нет. Нет, не удается выйти с хедшотом. 11-9. Точно такой же раунд. Энц проигрывали за первую сторону. Ну вот если до этого ходили в пятером, все было хорошо для бегов, то сейчас даже Энтри Килл сделал Губа Би. Тем не менее, вот эти соло вылазки вообще ни к чему не привели. Их просто из пистолетов развалили. То есть не было быстрого размена, не было какой-то коммуникации. Бомбу занесли, и в итоге все на этом закончилось. Тактическая пауза, ну в принципе, наверное, по таймингу. Все-таки. Ну раунд сверхнеприятный, согласись. То есть вроде бы наметился перелом в плане того, что вот сейчас вы сравниваете, и как бы с чистого листа эта игра начинается. Да, не в экономическом плане, но в плане вот счета, психологического состояния. Ну не удалось. Не удалось достичь этого желанного счета 10-10. Ну все-таки, наверное, пул по раундам не такой широкий у команды Бей и Джей. Поэтому мы увидим чуть больше именно тактических пауз в их исполнении. Надолго ли хватит этих пауз? Ну вот он, энтри. Ну как бы уже не так уж и много раундов осталось. Ну и полетело. Из-за сигареты на базе Бей в итоге все-таки этот раунд докрутили до победы. Смотрим, что будет дальше. Пять калашей на руках у Биг. И после тактической паузы какое-то преображение должно последовать. Ну особых изменений пока нет. Есть снова один человек на улице, как и в предыдущем моменте. Эриал нашивает качественно. Первый спиной, второй полубоком уже на реакции. Флешка сработала. Да ладно, Бей и Джей. Нашифровали. Одного парня в ангаре-то пройти можно? Ну теперь с этой проблемой как-то нужно справляться. Там и девятка в перспективе придет, а вот и она. Передает приветики Гобу Би. Так он слишком долго там сидел. Ну с одной стороны не хотел палиться. Ну как бы я, Алексий, понимал, что его будут пушить. То есть в принципе к этому контакту он был готов. И тиммейта созвал. Буэнфей все это дело сработало. По итогу Энси короли ситуации уже опять в два. Ну такое будет проиграть максимально сложно. Бегам нужно возвращаться к раундам. Пятерка на улице. Это работало вообще бескомпромиссно. Как только разделяют свои усилия, так начинается карнавал. Некса смотрит прорыв по улице. Это сейф. Нет, тизер. Это сейф. Ну все, Энси уже не пойдут никуда. Они и так-то не особо, Аркадий, или просто от ангара девятка отстрелялись. Тогда ничего такого не произошло. То есть максимально стандартная позиция на ангаре. Просто человек видит двоих проходящих, которые на него никакого внимания не обращают. Нашивает по двоим, патроны эмочки, и третий еще вообще флешку съел. Все верно. Стандарт был непройден командой БИГ. Ну, видимо, во время паузы явно не этот момент обсуждался. Хотели как-то засплитовать. А, видимо, красиво. Ну, то есть, знаешь, я еще могу оправдать как-то, я попытаюсь оправдать команду БИГ, что в последнее время на Ньюке, ну, не так часто можно встретить снайперскую винтовку на ангаре. Все реже и реже команды пытаются отыгрывать от энтрифрагера, который именно вот с АВП отыгрывает в ангаре. Поэтому, возможно, как-то подзабыли. То есть нет там АВП раз, нет два, ну и чекать не будем. Ну, подзабыли, раунд проиграли. Сами виноваты. В 12-9 он все-таки не выпускает вперед своих оппонентов, оставляя такой небольшой запас по раундам именно для себя. Убегу в последние финансы. Ну и ждем какой-то идеи, пока начинает теряться атака. Пока тактическая пауза не помогла. То есть даже раунд выглядел хуже, чем без ее взятия. Ну, сейчас надо работать над ошибками. Я вижу, уже там какие-то смачки готовятся. Ну, фишечный раунд нужно предлагать, если он есть. То есть здесь тайминги особого значения не имеют. Возможно, на точку А через купола раскидаться. Такой раунд показывали против Ракстерс. Но опять же претензия на улицу. Здесь вражеский смачок. Я это прекрасно понимаю. Губи так сверхаккуратно вычекивает ближайшую территорию. Так, дальний дым, ближний дым. Ближний молотов, пожалуйста. В ответ молотов. Ну, кстати, не догорает он до контейнера непосредственно. Но Губи, правда, на ноге бежит. И Риал должен это понимать. Инфа пошла. Алексей вновь стоит на пиксель. Главное не умереть после этого. Услышал. Услышал дважды этот проход. Получает половиненный дэмэдж, но, тем не менее, атаку затормозил. Нищий молотов есть у этого финна, поэтому Губи и компания тут не пройдут. Но их трое вместе с бомбой, как мы видим, уже. Просочилась по улице. Next что-то. Один вверх, другой вниз. Пробка. Куда, куда идем? Вообще ни одной эмоции у нас. Я, кстати, мейт застопил. Так и надо. Все окей. Ну, идти на Б тоже как бы. Ну, опять 40 секунд. Поздновато уже. Нет, понятно, что раунд здесь подготавливается до конца, и сейчас отдаются колы, и там за 30-25 секунд до окончания этого раунда все побегут. Поехали, наконец, раскидки на двойные двери. Пытается Тапсон с одной стороны прочекать, с другой стороны пропушить. Слышал соперника, но догнать возможности не присутствует. Опасаются Аквариума, где часто стоял сам Тизиан. Ну, довольно грамотно так позиционно выдавливают позиции Биги. Главное, чтобы тайминга хватило. Рампа только сейчас начинает проходить. Десант смерти. X7 горит, убивает первого. Спрей по второму, и все-таки сгорает. 15 секунд. А здесь еще Алексий. Так тут еще опорник. Опа, вот и бомба. 12 секунд, а бомба только выпала. Ну, походу, приплыли. Ну, с ножом бежать быстро, напикать эту бомбу Аллу в спине дает минус. 7, 6. Он еще не подобрал ее. Все, это 13-й. Еще и взрывается на постановке бомбы. Восьмой, а последний остается Тапса, на раунд проигранный 13-й в копилку финской пятерки Энс. Ну, вы знаете этих Биг. Классический, классический КС. Вот, знаешь, апогей того, что обсуждают все в куларах, да, те, кто следит за соревновательной сценой и конкретно, в частности, за Биг. Скорость, скорость, которой не хватает. Понятно, что раунд хочется продемонстрировать верочный. Но есть ли какие-то дополнительные идеи у команды Биг? Потому что все последние заготовки абсолютно проваливаются. Это улица. Продолжают давить именно сюда. Ставка на улицу. Ставок больше нет. Так, увидели игрока, но... Смуи, кстати, не дают разгуляться. А вот теперь на руках у него и вообще скаут. Ну, это вообще форс в ноль для команды Биг. Вместо того, чтобы отдавать 14-й, решили закупаться. Сейчас, возможно, понимаешь, что как бы все, нить игры упущена. Да, да, да. Как песок сквозь пальцы уходит понимание того, что делать. И чем больше раундов проигрывается, тем меньше этого понимания. Бомба выпадает к ногам Эриала. Может, они уже трейн обсуждали там, сидели. Но это беда. Просто приходит бомба, умирает. Изиан из окраски. А беда не приходит одна. Опять же бомба выпадает. На раундах пять улиц. Следующий. Следующий пошел. Боком, тем не менее, хорошую вертушечку повесил господин Некс. А вот спасет ли этот раунд? Нет. Со второй попытки все-таки также умирает. Перестрелки онли в пользу Энс. И этот раунд Федор машет рукой. Следующий. Завози. Завози по три тысячи на руках. Три форса, соответственно, один из которых уже Биэйджи слили. Знаешь, по ходу первой половины бегам было сложно. А во второй половине к ее уже окончанию и невозможно. Ну, вам возможно залететь на Хеллкейс и по промокоду SLTV10 получить бонус. Соответственно, в 10%. 10% к пополнению счета. Попробуйте там, может, SLTV90. Может, 90% залететь. Так, ну что, калаш, тейки, ЦЗшки, взрывание двери. В общем, такая творческая свобода для команды Биэйджи. Ну, терять особо уже нечего. То есть здесь прекрасно понимаешь, что оставание по счету есть. И вся эта скованность, которую до этого демонстрировали Биг в атаке, она не работает. Вся эта медлительность. Теперь, возможно, пришло время для решительных действий. Ну, решительные действия на взрыве дверей закончились. Тапсон шифтом проходит улицу. Так, ну, пропустил где-то секунд через 20. Начал наживать по этой дымовой завесе. И, кстати, привлек внимание Тапсона, ты так вернулся, что это было. Посмотреть, не глянулась ли она. Все, посмотреть, не гнился ли я. Да, ну все, ну беги просто, не знаешь, что им делать. Они стоят на раскидке. Знают они, что делать, Федор. Есть молек через купола. Сейчас сожгут будку, зайдут в точку А. Всем навешивают бомбу, поставят, раунд выиграют. А потом они проснулись. Ну, Тапсон пытается фейковать Алексея в этот раз. Как бы Алексея здесь вообще не стесняется. То есть, да, да, я там есть. Вот тебе минус 8 секунд от атаки. А там в дверях-то молек. Все, вышли. Прыгнули. Неплохо пробили. Алексея, Б пустое. Можно дальше заниматься. Стыком наперевес. Скоростной Тапсон пытается... Ничего, он не попытается. Бомбкерри никто не прикрывает. Он в чистую ставит бомбу. Здесь приходит опорник и делает минус 2. По итогу 3 в 2. Тапсон по выстрелам идет и шьет. Здесь коллаж 25. Бомба далеко. Бомба на Б. Тут вариаций нет. В любом случае, оттягивай. Неминуемое не оттягивай. Но пришлось бы за этот реактор идти. А его ждали с вилки. Изи. Маппоинт для Энс. Ну, была вроде бы такая заготовочка комбина. Но такая заготовочка с ФПЛ, которая не сработала. Ну, в общем, что? Подытоживая уже, да, так промежуточно можно сказать. Не, ну, готовились. Финны, это видно. Ну, финны, да, имею в виду, у бегов атака что-то как-то так. Ну, просто Биг играли уже на этом турнире Нюк. А Нюк соперника они увидеть не могли. То, что было с Нюком Энс когда-то давно, особого значения не имеет. Да, возможно, они видоизменили, собственно, атаку и защиту. А вот Биг, во-первых, и проиграли этот Нюк. Во-вторых, ну, шикарная база была. То есть счет 19-17 с Фрактор. Было что разбирать. И этим финны, конечно, воспользовались. Но пока это не конец. Сомнительный выход от Эриала был. Ну, так побыстрее уже хотелось тут, конечно, завершить этот раунд и в целом карту. Но не получилось. Сергей разменялся. При этом остается красный. Вновь тут немного подпирают друг друга Бейджи. За Бомбой бы вернуться хорошо. Как ты думаешь, Михаил? Пригодится Бомба? Я думаю, что план состоит в том, чтобы как-нибудь бы забрать Беалу. Но только со второй попытки. Ну, идут дальше Бейджи. Пошла игра в тело. А Бомби все забыли. И получается, ну, вот они Беги, которые не думают о результате, а просто-напросто идут по головам. Сейчас, если Сергей пойдет дальше, найдет эту бомбу, там Next эти все-таки... Там не так много здоровья, на самом деле. Жесткой преграды Сергей все-таки не станет. Даже можно, знаешь, на отмашь выстрелить и забрать его шальной. Но нет о нем инфы. И тут нет. Next понимает, что он мог кто-то в спину пропушить, торопится. Такой раунд беги-стреляй получается от Бейджи. Ну, не слишком торопится. Вообще не торопится. Сейчас снова бомба упадет и будет обидно. Знаете, тут нет двух скоростей у кнопки shift. Она одна, медленная, Федор. Так. Опа, вантапчик. Второй сюда. Сергей 20 хп, два фрага. И что-то раунд подрасклеился. Последний остается господин Смуэ. Британец теперь будет тащить его. Ну, знает, что дамаженный где-то за домовой завесой, но чекает немножечко не там. Совсем не там. Исчез Сергей. ГГ. 16-9. Заслуженная победа. Абсолютно. Энс лучше играет на карте Денюк. Вот соглашусь и подпишусь, Федор, под каждым вашим словом. То есть все было разобрано. Видно, что команда чувствует себя максимально комфортно. То есть начиная даже за сторону атаки никакого смущения не испытывали. Выиграли пистолетный раунд. Продлили серию до счета 5-0. Потом проиграли один. Заруинили экономику своим соперникам, выиграв следующую. Ну и, в общем-то, вот так вот все развивалось до 10-5. Казалось бы, что Биг вроде бы тоже знакомы с Нюковым и могут на эту площадку вернуться. Но, как мы видели, перейдя за сторону защиты, взяли раундов на один меньше. Подбадриваю смую. Как-то британец чутка подрастроился. А вот слышали ли мы крики от Бигов? Как-то и нет. Так и не было таких раундов. Чтобы прям близких кто-то проперся. Какой-нибудь эйс, клач. Тут, может, знаешь, закономерность. Сначала по кричи, а потом пойдет. Но тоже этого мы не слышали. Ну что же, такие близкие команды не могли разойти со счетом 2-0 по картам. Соответственно, все-таки трейну быть. Именно карта The Train станет решающей. Ну и уж там-то и смуя может разгуляться. И Алл, и Тапсинд второе ВП может купить. В общем, все жестко. Ну, кстати, так, чтобы сказать, площадка очень удобная. То есть карта Train по факту здесь является ничьей. Как Энс любят, умеют, практикуют. Так и Бигов мы видели. Они обыграли прямого конкурента уже на счете 2-2. И прошли в стадию плей-офф. Но это все будет только лишь после того, как наша аналитика разберет происходящее на карте Нюк. После небольшой паузы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничейный счет в серии Энс в Биай-Джи. Как по мне, вполне заслуженно. Но, естественно, есть еще мнение наших куда более уважаемых аналитиков. Это Алексей и Анатолий. Готовимся мы с ними разобрать. Вернее, мы-то уже готовы. Сейчас будем вещать в прямой эфир. Конечно. С Муя 11 на 20. Зато с ножа зарезал. Красавчик. И то он не зарезал, он забайтил. Это наказание было. Это наказание. Нет, ладно. То есть это мгновенная карма? Да, 40 АДР. Парень вообще ничего не делал. Я говорил, что им надо экономику закрепить за КТ перед игрой. Что, типа, если они начнут за защиту и возьмут несколько экономических раундов подряд, то все будет шикарно. Но Энсы просто сделали все наоборот. Там, по-моему, только один раунд был, когда у Тапсона было ВП. А, нет, у Смуя 2 раз было ВП. 2 раза он сыграл не очень уверенно. Один раз X7 упал в винты. И вообще, я не знаю, почему они это не контурили. Раза 3 подряд X7 падал. И постоянно от этого брались раунды. Прям без шансов сыграли за атаку Энсы. В конце немножечко расслабились. Но им вполне хватило. Как раз момент с этим ножиком нам только что показывали. Им хватило раундов, которые они набрали за атаку, чтобы сыграть. Даже проиграли пистолетку. Но все равно выиграли игру. В принципе, знаете, я смотрел за бегами. И я думал, будет ли на Нюке раунд, когда они не успеют поставить бомбу. Я вообще просто прозрел, когда такой раунд произошел. Ну, опять, вот это... Ну, Нюк, кстати, был поинтереснее, повеселее, чем оверпас. Знаешь, у них неплохой мув есть. Занятие длинного, но не проход дальше. То есть, в принципе, это интересная такая тактика. Когда ты занимаешь, делаешь одно и то же. Проходишь по улице, занимаешь длинный. Сидишь в секрете, а потом или возвращаешься на 9. Или делаешь раскидку на А. Да, так потом у них это вообще дефолт. То есть, они типа делают стену смоков, а там либо одного... А потом они сидят и ждут, что произойдет, и потом начинают играть уже, вот, развитие событий. Ты знаешь, это в целом, мне кажется, какой-то такой рисунок игры команды Бейджи. Вот это безидейное сидение. Не, я уверен, что там есть идея в том. Но это последний раунд, который они отдали тоже. Чо, у вас 3 в 2, да? У вас там бомба на ноге. 45 секунд. Примите какое-то решение. Они тупо стоят. Они стоят и ждут как раз-таки оверпиков от диффенса. А диффенс в это время уже в спину заходит. Но это повезло. Это повезло. Вообще, это же стиль, вот как раз, почему немцы так выигрывают, ну, Бейджи, почему у них так все заходит. Они останавливаются в какой-то определенной ситуации, допустим, 4 в 3. Они прекрасно понимают, что большинство людей соперник начнет рисковать. Это правильно. То есть кто-то под флешку где-то сыграет, выпустит тиммейт. И они стоят и ждут этого. Именно конкретно это выпало. Здесь они тоже стояли, ждали. Один смотрел секрет, один смотрел, чтобы по 9-й вылез, один мейн. Но они настолько не ожидали, что тип со спины придет, который просто сбреет сразу. Причем он достаточно быстро перешел. Он фактически, ну, там, на полсекунды не успел заметить затылок спрятавшегося человека. Услышал, убегающего из бомбы, и пошел как раз в спину. Очень понравилась пистолетка от Бейджи в атаке. Очень мне понравилась пистолетка от Бейджи в дефенсе. Бестолковая вообще какая-то. Знаешь, мне еще забыл подчеркнуть, очень классный раунд, который мне понравился. Это от Энса, когда они прошли через улицу и через винты поднялись на Аплент. Вообще такая интересная задумка. То есть они сразу же контролили винт, заняли длин. Через секрет зашли винты, раскинули Ада Дания, кинули там флешки с крыш смоки и втроем поднялись через винты и на А вышли. Это сильно. Ну, вообще, очень креативная, интересная атака была у финнов. Намного интереснее атака в целом, чем у Бейджи. Бейджи играли в этом плане намного более плоский Counter-Strike, я бы сказал. А у Энса был креатив и была видна заготовка и какая-то легкость. Знаешь, вот, когда команда двигается по карте легко, это видно. То есть карта нюк, она очень тяжелая для игры, особенно в атаке. Вот стратегия на ней самая сложная. Это самая сложная карта для обсервера. Это самая сложная карта вообще для всего. То есть это карта, на которой пленты находятся друг над дружкой. То есть вот эти вот сама по себе ретейки, выбивание Б плента, А плента очень сложная. Но то, как играла команда Энс, было видно, что они абсолютно себя чувствуют комфортно, как рыба в воде. Не знаю, то есть, как бы, по-хорошему должно было быть 2-0. Энсы выигрывают, это значит, и мы уходим смотреть дальше. Ну, смотри, вот, если мы говорим про следующую карту, которая Детрейн. Вот как на этой карте, учитывая тоже ее достаточно сложную тактическую составляющую, высокое требование к сыгранности, к раскидкам, ко всем этим. К тимплею, да. Да, 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 там очень много нужно. Ну, легче, Трейн легче, чем нюк, но тоже очень сложный. И здесь, мне кажется, опыт Аллу будет играть прежде всего. Ну и понятно, что Энсы как бы эту карту наигрывают. Когда команда, знаешь, играет время от времени, Трейн, это одно. А когда она играет его регулярно, вот смотри, да, 14 карт, они сыграли все равно на винрейт, опять же, там мы видим, да, оппоненты плюс-минус одного уровня. Ну, там оптика разве что, да, можно выделить. Но, когда ты играешь карту регулярно, именно Детрейн, у тебя она наиграна, и тебе не надо, да, там особо освежать все в своей памяти, то у тебя, ты всегда выходишь с такой же легкостью, как на нюке будешь раскатывать. Я уверен, что сейчас Энсы должны просто добирать свой Трейн. Знаешь, я, кстати, вот тоже думал до игры, до всего этого Best of 3, что реально, если дойдет до Трейна, то для Энсы это будет легко. Но вот меня что-то очень сильно смущает Тапсон, который сегодня с АВП играет, просто нереально. Ну, нелегко, наверное. Он очень жестко отыгрывает. Это при том, что Смуя вообще почти не подключается. То есть на оверпассе мы видели, Смуя там неплохо отыграл, на нюке его СВП, ну, вообще не было ни фрагов там таких красивых, ничего. Он, по-моему, 2 или 4 фрага сделал вообще СВП за всю карту. Так что меня вот только Тапсон пугает. Я вспоминаю игру с Момо Спортс, Тапсон тогда так круто не отыгрывал СВП. То есть он, ну, не его день был, а сегодня явно его день. Сегодня он на всех картах по 30, наверное, убивает. И если этот человек на Трейне также продолжит, то это легко может быть не так легко. Вообще в 2 авика, если начнут катать, то есть будут проблемы. Как раз вот этот будет такой же стиль, как на оверпассе от НС. Ходить, занимаясь по одному, но и при этом они будут по одному отстреливаться. Один там на зелье, один в сотке, один на Б. Ну мы помним, там сколько было? 17 антрекиллов на двоих снайперов. Да. Я бы на месте НС в атаке не кормил бы типов на А вообще. Просто ходил бы на Б, чаще бы ломал, отбивал бы перемычку. Отбивал бы апдаун и потом уже от этого строил. Я бы просто заставил постоянно команду Б и Г пытаться, ну, ставить... Играть 2б? 2б, и чтобы им было... Понял, чтобы они постоянно держали в уме то, что в любой момент могут прийти на Б. Чтобы, знаешь, вот, ну, создать какую-то некую нервозность. То есть главное, я не думаю, что вот Тенса по характеру игры вообще авантюрные действия не делают. Даже биги, которых мы там критикуем за их скорость игры, даже они делают вот именно какие-то вот у них есть, знаешь, вот именно видно авантюрное действие какое-то там. Что-то условно там запушим, что-то куда-то побежим как-то нестандартно. Вот НС играет в этом плане более консервативно. Поэтому я думаю, что Трейн они должны отыграть хорошо. Ну, и в итоге ты бы, допустим, на НС, если что? Не, ну, конечно, если бы это даже было, наверное, бестуф 1, Трейн, я бы решил. Я бы, допустим, бездопустим за НС. Ага, понятно. Ну, мне, в принципе, тоже... Наверное, это отчасти, знаешь, личная симпатика какая-то. Или антипатия в сторону БИГ, да, скорее всего. Ну, ладно, ладно, это все уже наши личные заморочки. Вам же, наши дорогие зрители, я напоминаю о том, что Hellcase подготовил специальные промокоды для вас. Это SLTV для получения особых бонусов и SLTV 10 для получения 10% прибавки к вашему пополнению. А пока мы уходим на небольшую рекламно-музыкальную паузу и ждем поезда. Настоящее приключение начинается. КОНЕЦ Круто! Вот как на самом деле происходит обмен на Каэсмане. КОНЕЦ Hellcase это более 35 уникальных кейсов с огромным выбором предметов. Более 93 миллионов открытий и 6 миллионов зарегистрированных пользователей. Вы можете апгрейдить свои скины или выигрывать в наших бесплатных раздачах. Мы разыгрываем в наших социальных сетях более 70 уникальных скинов в месяц. Выводи свои скины и баланс в криптовалюту или через популярные платежные системы. Будь уникальным. Используй промокоды.